Признать аварийным нет оснований, но как выжить в помещении, где ветер чувствует себя хозяином, а законных владельцев квадратных метров нет? Очередная коммунальная драма о чиновничьем безразличия в репортаже Елены Тимониной. Добро пожаловать в наш дворец иностранного производства. Его же немцы строили. С такими словами нас приветствовали жильцы дома барачного типа на улице Советской 2. Черный от времени снаружи и от последствий ветхой проводки внутри. С жизнью без удобства газа и воды. 12 семей поселка Мирный покорно смирились. Наладили быт, как могли. Воду для стирки утреннего ритуала брали из системы отопления. В складчину латали крышу, электрику и вечно текущую систему отопления. В апреле воду из системы слили. У жильцов произошел коммунальный коллапс. Уже год как заколебание. Даже мыть нет. У некоторых есть, например, ванная, а у нас нет. У меня вот я маму привезла с соседнего поселка ко мне жить. У меня она лежачая. Я даже ее не могу вымыть. Никуда освоить не смогу. Доведенные до отчаяния бездействием районных властей, жильцы обратились с мольбой о помощи на сайт губернатора региона. Ответ на письмо жильцам многострадального дома подарил Надежду. По результатам обследования, тут была комиссия, направлено информационное письмо в администрацию муниципального образования Чердоклинский район о необходимости признания многоквартирного дома аварийным. И затем уже идет, типа как добавка, год введения в эксплуатацию 1973, этот наш дом. Данный дом, это уже, я не знаю, кто это решал, данный дом, жилой дом не является ветхим и аварийным. Вот. И тут написано дальше, что требуется произвести текущий ремонт. Районная администрация оснований для признания дома на Советской аварийным или ветхим не видит. С ремонтом обещают помочь. Правда, придется подождать. Мы туда выезжали, смету сделали. Сейчас проводку и ремонт полов, ремонт отопительной системы, входные двери по коридору будем делать. Ну, по срокам, это 44-й закон по закупкам, это где-то дней 20, наверное, пройдет. Сейчас, к слову, ни одна управляющая компания взять это дряхлеющее здание на свой баланс, жалуются жители, не соглашается. Ни царские хоромы от полного разрушения спасает один из жильцов, Сергей. В качестве пожарной охраны пока соседи на работе, бабушка Аня. Она, ветеран труда, родилась незадолго до Великой Отечественной. Сетует, что такого безразличия к людям не помнит даже в самые страшные годы своей жизни. Елена Тимонина, Герман Баранов, Вести Ульяновск, из Чердоклинского района.